Этот день руководители Моторсичи назвали знаковым. Первым делом Вячеслав Богуслаев пожимает руки представителям Государственной комиссии. Сегодня они закончили испытание нового моторовского двигателя для военных вертолетов Министерства обороны Украины. Завод с теми задачами, которые в вопросах обеспечения заданных характеристик для Министерства обороны справился. Почти два месяца представители комиссии убеждались, что двигатель, собранный на моторе, значительно мощнее и современнее предыдущих поколений. И вот ключевой момент. Подписание акта о государственном испытании двигателя ТВ-3-117ВМА СБМ1В. Это значит, что Моторсич получил долгожданный заказ из Киева и приобрел престижный статус предприятия оборонного значения, отмечает Вячеслав Богуслаев. Мы наконец-то получили госзаказ, мы наконец-то получили четкую и ясную оценку военных институтов нашего Министерства обороны с признанием этого двигателя как национального продукта. Много раз встречаясь со мной, министр обороны Хануров Юрий Иванович благодарил нас за то, что мы такую работу сделали, конечно, в условиях минимального финансирования. Новый двигатель для боевых вертолетов типа Ми-24 на Моторе не только собрали, но и разработали. Для этого на заводе было создано отдельное конструкторское бюро. Очень важно, что у нас рядом с замечательным ОКБ имени Ивченко появилось еще одно ОКБ, которое занимается вертолетным двигателем. Конечно, мы когда-то, наверное, объединим свои усилия в рамках корпорации имени Ивченко, но сегодня эта корпорация в стадии становления, поэтому все у нас впереди. Конструкторское бюро завода продолжит совершенствовать новый двигатель. Кстати, запорожскому двигателю в ближайшее время предстоит пройти испытание в одной из жарких африканских стран. И уже этим летом запорожские разработчики с гордостью представят его на московской авиавыставке «Макс». Продолжение следует...